всем привет ребята как я пообещал вам в телеграм-канале кстати подписывайтесь познакомлю дина и на работают на яхте уже 56 лет немножко перепутал друзья давайте зададим вопросы некоторые в конце и поговорим о некоторых мифах о работе на яхтах особенно стюардесс так как у меня опыта еще пока нету работ на яхтах ну вот давайте кому первому у нас была такая проблема когда я только устраивалась на работу мама мне говорит никому не отдавай свой паспорт твой паспорт заберут и тебя отдадут в рабство мама ну нет но не может быть такого нагреть все никому паспорт не отдавай а в яхтинге как ты заходишь на лодку ты должна дать паспорт капитану не бойтесь вас никто никуда не заберет на органы не продадут на яхте в рабство тоже нет к сожалению или на органы не разобраться жили и повару не отдадут понятно ну ребята давайте сначала представимся сколько ты лет работаешь на в этом бизнесе в яхтах я начала 2018 году это мой уже шестой сезон на яхтах я начинала на маленьких 25-метровых яхтах потом на 30 метров потом на 35 метров 40 45 и сейчас я наконец-то дошла до 55-метровые я я в этой индустрии уже больше десяти лет моя карьера начиналась с круизников было сложновато там я первое время даже плакала но было вот это вот желание покорять моря и океаны мне реально так было очень интересно вот и вот так я решила для себя закончить курсы попасть на круизник да да и там курсы стюардесс больше полугода было у нас там долго нас там обучали это все еще такая система была сейчас постсоветского союза осталось и вот они предоставляли очень хорошие курсы и джиму сказать я не жалуюсь по крайней мере попала на круизник отработала круизнике плакала рыдала я скажу что это все оставляю я улетаю домой а потом у меня была морская болезнь я тоже улетала домой но при этом такая не сдамся подождите морскую болезнь я преодолею потому что я не сдаюсь они такой человек а потом на своем втором круизнике я только приехал там чип стюардесса это тогда я думала что она злая как сто чертей по сути нет не правда она была очень требовательная но это да было без опыта этого не понимала насколько важно требовательность она с меня требовалась не ругалась из как ручья еду домой а она так что стояла и в таких туфельках на танкетке каблучком не поедешь домой не поедешь домой почему это вдруг ты меня не любишь ты мне здесь до слез доводишь мы с ней ругались и я вам хочу сказать я работала проявила себя она мне дала промоушен повышение на судне я получила по окончании контракта она мне дает второй промоушен чтобы я от нашей же компании где были круизник у них были яхты попасть на яхту вот так я попала в яхтинг хочу сказать тоже когда я ехала этот яхтинг это все-таки было больше десяти лет назад тоже вы знаете это были вот эти вот мифы и я вот хотела бы развить эти стереотипы когда девочки боятся идти работать на яхту потому что их там сексуальное рабство заберут либо там продадут и заберут паспорт будут одними издеваться это все неправда нужно тебя перебью да и на подготовку очень ответственно честно говоря это я даже не ожидал вау она очень ответственно подготовилась вот это вот мои мифы вот это вот и иными я буду зачитывать миф а и на будет развеивать своими словами а да так миф стюардессы на яхте всегда сексуально обличены и используют свою внешность чтобы привлечь внимание гостей миф или правда это все мифы нас на яхте на судне на круизнике где бы вы не работали в морской индустрии там существует униформа это достаточно презентабельная красивая униформа где вы себя чувствуете очень комфортно красиво опрятно вы выглядите и вы ни в коем случае своим видом скажем тогда своим привлекательными формами вы ни в коем случае не подчеркиваете их глубоким декольте либо короткая юбка нет ни в коем случае там существуют стандарты униформы это стандарты во всем мире существуют это и в европе и в сша это везде поэтому это все миф причем полнейшим полнейшими да следующий вопрос следующий миф стюардессы на яхте обязаны удовлетворять потребности и запросы гостей любого характера это все мифы неправда почему потому что стюардесса на яхте она может предложить гостям про там закуски напитки обслужить сервисе что это значит подать блюда закуски фрукты обслужить правильно об этом и позже поговорим как silver сервис как правильно подавать вот это заключает слово обслуживание гостей подать коктейли там множество всякое разное там напитковка там что-то только стюардессы знают почему гости очень легко идут на контакте если вы там предложите а я вот знаю вот такой вот коктейльчик гостям это даже нравится с вами пообщаться на одном уровне но опять-таки я подчеркиваю это все с уважением обязательно уважать друг друга уважать гостей и гости уважают стюардессы я за свой более чем десятилетний опыт я ни разу не сталкивалась с тем чтобы гости неуважительно относились к стюардессе лично ко мне либо к тем стюардессам с которыми я работаю это все не правда это все полнейший можем успокоить твою маму очень да я бы хотела добавить но бывает конечно редкостные случаи когда там гость напился он лежит в этом джакузи с этим просека и он такой не хочешь ли ко мне присоединиться но и ты там должен иметь мозги и сказать нет не хочу но если ты захочешь конечно то там и тут это уже другая история это зависит от человека но на яхте лучше быть профессионалом своего дела и знать границы что тебе можно и что теперь нельзя 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 разрешать людям обращаться с тобой так но это может произойти в любой индустрии это может произойти в любой индустрии даже там кто-то по дороге может пройти и сказать не хочешь пойти ко мне на кофе тоже можно что-то подразумевать просто вести свою профессиональную этику и ничего более но и в то же самое время нужно нужно же и понимать что ваш гость он выпивший он под эффектом там алкоголя либо еще чего-то поверьте если на трезвую голову напомнить он может и не вспомнить что он вообще в принципе такое неподобающее поведение проявил по отношению к стюардессе поэтому девочки стюардессы тоже должны понимать что гость выпивший и корректно ему отказать корректный отказ это не говорит о том что послать его грубо на три буквы нет это просто сказать вы наверное что-то перепутали либо вы себе что-то лишнее позволяете нет я не желаю вам присоединиться и в этом ничего такого нет но поверьте такие могут быть разговоры но это так и останется на уровне разговоров но в то же самое время это все зависит от самой стюардессы как она себя поведет конечно же если она себя будет вести как девушка легкого поведения поверьте так не и будут относиться но если она покажет что она стюардесса она будет соблюдать свою профессиональную этику поверьте ей никто ничего подобного никогда не предложит кстати отсюда еще выходит второй другой миф многие девушки думают идут на яхту работать в мечтах встретить своего принца до принца вот зашел такой владелец яхты и сразу влюбился в эту девочку стюардессу которая только начала в этой индустрии вот она там такая нет таких случаев честно говоря я даже не слышала что вот стюардесса нашла своего принца замутила соунером и так далее но многие девушки с этим вот с этой картинкой в голове приходят в яхтинг и они пытаются вода найти в каждом этом типа вот да это он мой принц но есть ты будешь так думать и вот реально как я говорила да вот он лежит джакузи и такой игр там не хочешь присоединиться я такая все мой принц меня позвал я пошла но к сожалению да на следующее утро эта сказка может закончиться а твой принц окажется дыней да или тыквой вот смотрите бывает такое что бывает такое что люди могут на яхте встретить свою судьбу например стюардесса там работы молодой капитан либо там офицер матрос бывает такое что повар простите давай такой такой важный момент забыла извиняюсь извиняюсь вот то есть бывает такое вот такое в моей жизни случалось но опять-таки это никто никого не насиловал никого сексуального домогательства не это было по обоюдному желанию и такое действительно практикуется но а с другой стороны а где нам встретить свою жизнь свою судьбу как дина сказала своего принца если ты все время на работе то есть ты встретила принца на работе вышла с него замуж прекрасно живите себе и радуйте жизни какой у нас там следующий миф следующий миф работа стюардессы на яхте это простой я так думаю не только стюардесса работа любого человека на яхте это простой легкий способ путешествовать и веселиться миф или правда 50-50 50 на 50 потому что ну это нелегкий способ путешествовать и веселиться потому что работать на яхте это нелегко хотя со стороны в инстаграме может казаться что вот да они каждый день меняют города они просыпаются то там тут у того специи то в генуя то в монако подписывайтесь на instagram девчонок я оставлю ссылочку да там в описании может казаться что вот жизнь такая роскошная ты веселишься ты гуляешь но если у тебя нету гостей на борту то у тебя есть определенный график по которому ты должен просыпаться например с 8 утра до пяти вечера и там только час на обеденный перерыв это может быть кофе брейки да но остальное время ты должен работать ты не делаешь вид не сидишь на яхте вот так вот там не смотришь на вот весь этот шикарный вид и приносит коктейльчика ты такая сидишь нет такого нету мы все просыпаемся у всех определенный план че стюардесса делает лист на закупке 2 стюардесса там ходит убирается третья девочка там она может готовить четвертая девочка но если это повара нету это вот как у нас сейчас четвертая девочка она все время в лаундре стирает экипажу вещи и так далее ну мальчики тоже у них по деку тоже очень много работы если есть повар он конечно же готовит экипажу если есть гости на борту гости на борту это вообще другая история мы вообще забываем про сон 7 на 24 мы работаем кто-то работает например если мы сын и на сервисе мы с ней меняемся и на просыпается рано утром готова подготавливает стол для завтрака потом после ужина она уже там ближе к 10 к 11 к 12 зависимости как получится иногда до двух и трех остается зависимости от ну от желания гостей да она может 12 пойти спать а я остаюсь например до 5 утра до 4 утра во сколько гости лягут спать тогда я иду уже спать такая поправочка не от желания гостей а еще на тон насколько ты занят потому что очень бывает часто очень много гостей и вроде казалось бы тоже можешь пойти отдыхать но тут они горкой а мы бы хотели еще что-то покушать и конечно же когда там у тебя там гости ты опять право и еду напитки все остальное и ты задерживаешь мы ты не оставляешь одну стюардессу там сама не упахивается в хлам и кричит боже все ушли отдыхать а я одна тут как лошадка работы нет это неправда то есть девочки все таки делят обязанности поровну нет такого на яхте что одна и шачит 3 отдыхает нет это неправда то есть все обязанности распределяются поровну чтобы тоже девочки не думали что она приедет на яхту все взвалят на нее почему потому что еще очень часто люди не знают вот это вот градацию метров яхты там 54 метра и верно девочку 54 метра а я там буду наверное одна господи а что же там буду делать а как же я буду успевать и и у людей тоже страх идти на такие метры но к счастью хочу сказать есть такое что на если пятьдесят четыре метра 4 девочки 40 метров там две-три девочки зависимости того там насколько загруженная то есть тоже девочки не боялись не думали что они придут и им придется как лошадка самой это все тянуть этот воз это тоже неправда вся работа распределяется равномерно во время работы во время отдыха отдыхаем но не сказать что это легко разве и капитан обычно дает вам время потому что это в интересах капитана в конце концов чтобы не упали просто обессиленные в какой-то момент правильно то есть дается конечно у нас даже владелец он говорит я не хочу иметь на борту сумасшедший экипажа потому что если ты все время будешь только на борту в 7 на 24 неделями у меня такое было я один раз отработала с июня по сентябрь месяц вообще не выходила с лодки но я чуть с ума не сошла вот так что хорошо что наш владелец понимает он говорит мне не нужен сумасшедший экипаж идите прогуляйтесь отдайте свою энергию земле потому что на лодке мы электролизуемся электричеством нам некуда девать и обязательно надо супать на землю последний миф который здесь вы написали взаимоотношения между стюардессами на яхте и гостями часто превращаются в романтические отношения я повторюсь это все зависит непосредственно от стюардесса как она себя поведет как на себя поставить вот то есть существует этика существуют правила все может быть в жизни есть исключение но повторюсь все зависит непосредственно от этой стюардессы как она себя поведет но надеяться на то что он тебе сегодня предложил или по пьяни там рассказал куплю тебе шубу бриллианты яхты самолеты и ты будешь принцессой и ты больше никогда не будешь работать девочки не ведитесь это все говорит алкоголь на утро когда выветривается алкоголь он за это за все забывает напрочь он даже вас не может вспомнить какая же из всех стюардесс была надо да 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 мне кажется в любой отрасли также в ресторанах также это совершенно верно да это везде работники понятно я теперь от себя да я теперь буду девчат спрашивать мифы лет я пообщался с моими коллегами на яхте и написал пару мифов но они медали посмотрите это индустрия для молодых миф или правда это конечно же миф да вот мне 42 года вот я работаю пожалуйста меня никто с яхты не выгоняет я спокойно работаю никто мне не указывает на мой возрастной сенс поэтому это все миф главное проект 8 лет мне 28 главный профессионализм как вы делаете свою работу будь то на кухне как шеф будь то как стюардесса или даже как капитан обычно например говорят молодых капитанов ну не бывает на таких больших яхтах а нашему капитану 40 лет все невозможно и возможно так что не теряйте надежду никогда не поздно можете начинать в любом возрасте а кстати ты же тоже в этом году только начал яхтинге ребята вот у меня спрашиваете во сколько не поздно начинать карьеру на кухне я вам всегда говорю нету такого возрастного ценза я в 48 лет вошел в очень трудно заходимую структуру правда это трудно зайти в работу на яхтах я зашел с первого сезона 48 лет дерзайте как я вам все время говорил это у вас в голове лимит все следующий миф интересно расскажем наркотики они есть я есть или нет просто есть или нет смотрите опять таки это все зависит лично от человека я видите повторяюсь почему потому что я работала таких яхтах где я с этим не сталкиваюсь но она все присутствует особенно это на круизниках потому что ты не выдержишь 6 месяцев в году работать нон-стопом без остановки там свой скеджуал графика по которому ты работаешь и все равно мы все живые люди мы хотим как-то перед нас вами менять картинку выходить в город гулять отдыхать то есть по сути на круизнике и вот как и на яхте это время есть но она очень ограничена и у тебя иногда часто бывает такой момент вы ты выбираешь либо пойти поспать либо выйти в город попить кофе выпить коктейль либо просто прогуляться развеяться поэтому некоторые не выдерживают кто начинает принимать алкоголь кто легкие наркотики но опять таки это далеко не уйдет потому что по сути у нас есть всегда на яхте до первый офицер он очень быстренько он почему на первый офицер их обучает чтобы все очень быстро выявлять и это все на корню так урезать но мне кажется это только у нас на яхте такой первый офицер который категоричен у нас на яхте категорически запрещено употреблять наркотики во время работы и даже во время не работы ты не можешь прийти на яхту состояние наркотического опьянения нет тебя сразу будет проверка каюты у нас и так каждый месяц два раза проверяют каюту на если у нас что-то там может спрятанное то то а так ну я знаю что в яхтинге наркотиков очень много мы даже когда стояли не буду говорить в одном порту в италии и я познакомилась с мальчиками с соседней лодки и они папирос или просто 24 на 7 они все время уходили и такие грубо куда покурить покурить и у них еще была вот это вот курительная штука который в америке да 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 как вы легализованная там как это называется ну как не вода жидкость там было да 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 какой-то ликвид как вы да и они с этим вейпом как соской по яхте хорошо работает теперь добавить то есть можно и на такой лодке как мы работа тоже можно найти может есть люди с очень хорошими талантами которые могут употреблять наркотик и хорошо скрывать и работать им даже скрывать не надо было у них весь экипаж такой был но они все были на одной волне и они все хорошо работали и делали свою работу ну вот что главное вот так ребята знаете что 22 минуты мы закончим вот мифы и следующее видео я публику потом мы сделаем вопросы и ответы у меня есть много вопросов сделаем уже второе видео давайте девчонкам спасибо они вам выложили на ладони